Особое мнение на 101FM Уборки наших дорог и тротуаров мы и начнем Несмотря на перепады температур Гололедного коллапса в Кирове не случилось В новогодние каникулы Хотя недавно Незадолго до новогодних праздников Была такая достаточно проблемная ситуация С которой городские власти оперативно Как мне кажется не справились Мы это обсуждали в нашей студии И справились Если говорите, что гололедного коллапса не случилось Значит администрация А именно подрядчики А именно УДПИ справились со своей задачей Меньше людей пострадало Ну по крайней мере С одной хотя бы задачей справились Как я вижу в городе Коллапс похлеще Находится на сегодняшний день Это все что связано со снегом Снег не вывозится В новогодние праздники снег вывозился или нет? Я не заметил Я вот тоже не видел Может быть я просто мало ходила по городу Ну нет, согласно опять же информации со СМИ И информации администрации Снег вывозился Вывозился только с церквей Вывозился там где храмы Ну видать готовили данные Ну к Рождеству понятно Да, к Рождеству Ну вот и все А больше снег ниоткуда не вывозился Я не замечал, чтобы снег вывозили с улиц города Особенно с дорог Его да, его аккуратно сгребали Тем самым уменьшая проезжую часть Ну чтобы Заужая ее Заужая ее, да Ну чтобы была вывозка этого снега Ну его не было в том количестве Как это должно быть Эта история Она теперь навсегда? Ну то есть до весны пока не растает? Или все-таки Городские власти будут пробовать исправиться? И вот сейчас со стартом рабочей недели Хоть и короткой Конечно, конечно Я думаю, что администрация В лице опять же заказчика В лице опять же подрядчиков Снег будут вывозить Но то есть контракты Контракты отыграны По снегу И его надо вывозить И не складировать на улице города Не заужая проезжие части Снегопад, который начался 31-го, 30-го, там 31-го Да, и 1-го января Там последствия я видела Этого снегопада По вашей оценке Насколько справились городские власти? По моей оценке Если из 10-ти, то ну 3 Да ладно Да не больше Ну город же проезжий был Ну проезжий был За счет того, что ранее снега не было И тот снег, который выпал Его просто разгребли в разные стороны Его не вывозили Вы просто в этом, понимаете? Как бы Если бы у нас снегопад длился бы неделю За неделю бы этот город Совсем не проезжий был А то, что происходило в городе В течение суток-двое Ну да, техника ездила Техника разгребала основные центральные улицы Вы посмотрите, что в дворах творится Я скажу, что управляющие компании Практически в новогодние праздники Не работали В большинстве дворов Просто не проехать Не проехать Спецтехники Не проехать Мусоровозом Это же ужас творится Тут вопрос Тут вопрос даже не к основному подрядчику Городово-Мострове По основным улицам и тротуарам Это вопрос совсем к управлению Хозяйства Дворовой и хозяйственной инфраструктурой Городово-Кировой К администрации особенно Как они следили в празднике За контролем Как контролировали И смогли ли заставить Да, да я думаю, что никто никого не контролировал Все просто отдыхали Все те положенные 8 дней Там порядка 10 даже дней Праздничных Да, как ушли 30-го на праздник Так и вернулись к 8-го И только сейчас начнут контролировать всех Ну вот я вчера поездила по городу Что я вчера наблюдала Я видела достаточно большое количество парковок Которые начали разгребать карманы Вот то, что было в новогодние праздники Засыпано снегом Да, и невозможно было подъехать Я, честно говоря, не знаю У торговых центров наверняка Все-таки торговые центры занимаются Да, очистка этого всего Но кто-то же должен им сказать Ребята, пожалуйста, вывезите Ну невозможно припарковаться На это у нас есть территориальные органы На это у нас есть в территориальных органах Специалисты Инспектора, так называемые Которые получают зарплату Которые, на мой взгляд И в праздники должны были работать Да, хотя бы посменно Или хотя бы как-то выходить и работать Но мы про них не слышали Про них нам не рассказывали Да, может быть, мы после нашего эфира Сейчас выйдет какой-нибудь пресс-релиз В ближайшие дни с администрацией Что они контролировали В рамках праздничных дней Да, но это опять же будет Все Ну не настолько правдиво Насколько хотелось бы видеть А хотелось бы видеть чистый город И в праздничные дни А не после праздничных дней Ну я видела в социальных сетях Жалобы на то, что вот вроде Снегопад закончился А снежная каша из-под ног Никуда не делась, да? Да, и люди ходили по каким-то прогулочным маршрутам Да, и месили эту кашу Для уборки города, кстати говоря И для уборки тротуаров Поступила новая техника Сообщает нам сайт городской администрации Ну, будем надеяться Что у нас тротуары будут прибираться лучше Благодаря универсальной машине Которые в сутки способны обрабатывать До 20 тысяч квадратных метров пешеходных зон Да, новая техника Она поступила И сам лично не раз видел Да, но она не настолько Она просто новая Она не настолько современная Но она просто новая Да, это небольшие трактора МТЗ Которые могут спокойно Механизированным способом Очищать тротуары Которые по сути у нас Раньше в ручном режиме очищались Да, это та техника Которая сейчас ездит там Камазы в основном Те, которые очищают Основные магистрали в городе Кирова Но ей все равно не хватает В том количестве В котором она поступила Там не больше трех МТЗ Наверное, или четырех Ну, там максимум десяток Один десяток Это в общей технике Да, за то, что успел закупить ГДМС в том году Ну, они просто не спасли Не спасут ситуацию Которая есть на сегодняшний день Мы с вами не раз в этой студии обсуждали То, что технике надо Как минимум 100 единиц Которые должны очищать город Из последней информации Которая предоставлена С администрации Это порядка 50 единиц Да, это в половину меньше О каком чистом городе Мы сможем с вами говорить Да, конечно, его никогда Не будет в том хорошем виде В котором мы хотели бы видеть Ну, давайте не будем говорить Никогда Может быть, будет когда-нибудь Конечно, когда-нибудь Наверное, будет Но точно не в 2020 году Потому что той техники Которые должны закупать Ее должны сейчас закупать И начинать сейчас очищать Да, какие-то контракты Разыгрываются? Нет Пока нет? У нас то, что купили Тем и радуемся одним словом Если в 2021 мы увидим Новую технику Было бы замечательно А вот сейчас, Константин У меня вопрос У нас ведь контракт заключен По уборке По содержанию дорог На 20 месяцев Если я не ошибаюсь Срок этого контракта Когда заканчивается? Летом Летом в июне Если я не ошибаюсь Да, он заканчивается И я надеюсь Что ситуация С новыми контрактами Будет пересмотрена Уже новым руководителем Так как у нас Предновогодний подарок был От Евгения Николаевича От Луниева Он уволился Руководитель управления Дорожной парковой инфраструктуры Да, и сейчас По сути Организация, которая Должна контролировать Уборку города Да, она без руководителя А что, кстати Слышно что-то или нет? Ну, слухи ходят Да, слухи ходят Про людей Которые раньше Про человека Который раньше работал В дорожном комитете Там такой Букланов Владимир Михайлович был Да, ну это опять же слухи Я не скажу точно Это виднее Все равно Администрации Кого назначать На эту должность Да, именно в главе Илья Вячеславовича Шульгину Да, но слухи говорят О данной личности А это нормальная вообще ситуация Что вот с ухода Лунева Прошло ведь уже Достаточно значительное Количество времени Пусть там часть этого времени Это выходные дни Но организация Которая зимой Контролирует Содержание Уборку Городских улиц Без руководителя До сих пор Ну По сути На сегодняшний день Там Мы будем забывать Что у каждого руководителя Есть замруководитель Нет, я понимаю Что исполняющий Это обязанности Конечно должен быть Без вопросов Там Алексей Ишутинов Да, да Вот как раз Алексей Ишутинов И отвечает за содержание Города Кирова Как заместитель Да никак Он и раньше Как заместитель Уководителя Отвечал за содержание Города Да И я думаю Что как бы Человек должен сейчас Отвечать За тот беспорядок Который творится В городе Понятно А руководителя Есть какие-то Сроки Примерные Хотя бы Ну Вот В которые обязан Город назначить руководителя Или нет Таких сроков нету Официально Глава администрации Может назначить Исполняющие обязанности Я думаю Что на следующий день Как раз Алексей Ишутинов И назначил Исполняющие обязанности Руководителя Да Как заместитель А назначить Руководителя На эту данную должность Как уже Я думаю Что должен пройти Какой-то период времени Да Но там нет Такого ограничения Что именно Ты через месяц Через два Через три Да через неделю Через неделю Кто его знает Может быть у нас Алексей Ишутинов И станет руководителем Но мы пока не знаем Но мы пока не знаем Мы пока с вами гадаем На кофейной гуще И посмотрим Что дальше будет Интересная складывается ситуация В городе зима В городе не все благополучно С уборкой Да А в организации Которые контролируют Эту уборку Ну официально По крайней мере Самого главного лица До сих пор нет И главное Это что Я бы не спешил Этому лицу Ставиться руководителем В тот сезон Который Ну как бы зимний сезон Это самый такой Знаете Трэшевый сезон У нас в основном Все руководители Уходят зимой Либо под конец зимы Приходят весной Приходят весной Да Уходят зимой Потому что зима Это какое-то такое испытание Которое они просто Непросто не проходят В последнее время Какая-то интересная тенденция Складывается у нас Последние три года Даже побольше наверное Да Когда у нас Весной приходит Новый руководитель Потом значит Идет ремонт дорог По федеральной программе С большими финансовыми Вливаниями Да А когда денег не хватает Когда наступает зима Когда надо разгребать Наши сугробы Руководители уходят Интересно Константин Сичихин В нашей студии Член Общественного Совета При Федеральном Дорожном Агентстве Мы сейчас делаем перерыв На 20 секунд И вернемся Особое мнение На 101FM 28 декабря Должен быть Программа Особое мнение Продолжается В нашей студии Константин Сичихин Член Общественного Совета При Федеральном Дорожном Агентстве Мы в перерыве Начали разговор о том Что зимнее содержание Улиц города Это не только упорка снега Это еще и ремонт Ремонт дорожного покрытия Потому что во многих местах Я могу сказать Я сталкивалась с чем Это улица Комсомольская Поворот на Горького Там достаточно такой Обширный поток машин Там огромные просто ямы В которой я честно говоря Не знаю как можно Их преодолеть И не оставить там колесо Вот знаете Мне стыдно просто-напросто За город на сегодняшний день Это кольцевое движение Где советского тракта Вот в том направлении Круг Круг вот это кольцо Вот гости города Которые заезжают С этого направления Да Они сразу встречаются Вот с этими большими Там даже не ямами Там каналами Можно так это назвать Да Которые уже на протяжении Там месяца Если не больше Да Они там просто-напросто Становятся больше и больше Уже скоро там не проехать Не пройти будет Вот И город Просто Ну Не предпринимает Никаких попыток А я не видела Кстати вообще Хотя бы даже щебнем засыпать Я уже не говорю про то Что эти ямы На сегодняшний день Там не знаю Заасфальтировать Еще как-то Хотя бы На некоторое время А их возможно вообще Заасфальтировать зимой Или нет Конечно возможно Есть технологии На сегодняшний день Эти технологии есть И гордормострои Это горячий асфальт Там они Они просто заливают На время Уже Летом По-нормальному Восстанавливают Это все Это все можно сделать Но у нас почему-то ждут Ждут Когда разыграется Какой-то контракт Который должен разыграться Был 5 Новый год 28 декабря И я надеюсь Что подрядчик выбран Я не смотрел Еще не было Официальной информации По поводу Кто этот контракт выиграл И выиграл ли И выиграл ли этот контракт Может там Никто и не заявился Совсем на этот аукцион В итоге Мы ждем На сегодняшний день Когда у нас появится Подрядчик Который эти ямы Будет заделывать А вот очень интересно Между прочим Почему было так поздно Объявлен этот контракт Потому что понятно же было Чтобы тут ямы на дорогах И они появлялись Начиная с сентября С октября уже В каких-то местах И расползались Все шире и шире Потому что Каждый удар колесом машины Это увеличивает площадь Этого самого Дефекта Каждый удар еще Колесом машины Это увеличивает Негатив гражданина Увеличивает негатив Водителя на сегодняшний день К той власти Которая управляет городом Вот сейчас бы самое время Было в новогодние Это праздники Все эти ямы заделать Когда трафик был небольшой И погода в принципе Я так понимаю Позволяла То есть у нас морозных дней Было немного У нас совсем позволяет Погода уже в ближайшие Не знаю Больше месяца Заделывать эти ямы Но никто не делает Один день максимум Там что-то до 20 Температура опускалась И то это уже там Ближе за городом Да То вот хоть сейчас Ейте заделывать эти ямы Но по крайней мере Никто не собирается Константин А группа общественного контроля При общественной палате Может администрации города Задать вопрос Что с явочным ремонтом Нет На ближайшем конечно заседании Мы этот вопрос поднимем И поднимем в такой Более жесткой форме Только по той причине Что нельзя Нельзя держать город В таком состоянии Особенно те магистрали Которые очень важны Важны не только для города Как лицо города Да Но и важны для водителей Которые перемещаются Через город А это улица производственная Это кольцо Вот на северном На советском тракте Это опять же Где-то центр города Есть участки Железнодорожный вокзал Железнодорожный вокзал Который просто разбитый Да местами Люди которые Ну Приехал гость На новогодние праздники Кому-то сюда Да Он выходит Садится в такси И встречает вот эту улицу Которая идет В сторону Октябрьского проспекта Ну ему понравится Проехаться Да там Я не скажу Что там глубокие ямы Но его хорошо потрясет Это приятно Нет это неприятно Это приятно кому Это никому неприятно И мне тоже неприятно Если ко мне гость приедет И будет потом Михаил город За те дороги Которые он увидел Хотя Уже в течение Там С 17-16 года Миллиарды рублей Вкладываются денег В город Киров К еще одной теме Переходим Еще одной проблемной теме Я видела у вас В телеграме Такое небольшое Не знаю Там пост Не пост Замечание Не замечание По поводу Некоторых проблем И жалоб От кировчан На работу Общественного транспорта Я так понимаю Что связано это С изменением Скажем так Ну Небольшими изменениями Косметическими Которые были внесены В маршрутную схему После того Как были заключены Новые договоры Годовые договоры Да Годовые контракты С перевозчиками Часть автобусных маршрутов Сократили Убрали Часть там Как-то перепрофилировали Еще что-то сделали Люди жалуются На то Что невозможно уехать Ну Мы этот вопрос обсуждали Как бы Поднимали еще В том году Это как раз Вот Небольшое изменение В схеме Движения Общественного транспорта Это когда За место 17-го 37-го маршрута Которые идут Северная больница Ввели 47-й маршрут Один Один маршрут Который идет На сегодняшний день Не в сторону ЖД вокзала А в сторону Солнечного берега Да Он идет по улице Карла Марса Тем самым Кому-то удобно Кому-то нет В данной ситуации Да Он идет На улице В сторону Солнечного берега Туда К Инфекционной больнице Тоже там Есть плюсы Есть минусы Но моменты Есть такие Что люди жалуются Люди жалуются Люди негодуют Жалуются на что Константин Ну во-первых Кто-то привык ездить По тем маршрутам По которым ездил раньше Во-вторых Со стороны Северной больницы Теперь трудно Добраться До железнодорожного вокзала Это как минимум Требуется пересадка Да Либо прогуляться Пешочками Вот И в данной ситуации Как бы Все равно Надо было предусмотреть Если уж мы Отвергнули Совсем полностью Всю схему Которая предлагалась В свое время Еще летом По изменению Схемы движения Общественного транспорта Радикальные изменения Радикальные Да Хотя бы Нужно было бы Оставить то что есть И добавить 47 маршрут Либо отменить бы Там 17 Но оставить 37 маршрут Ну как-то Что-то Каким-то Не так радикально Поменять в том виде В котором Произошло Плюс интервал Движения автобусов Количество автобусов Сократилось Сократилось Да Хорошо Это были Нерабочие дни И в рамках Праздничных дней Можно было Немножко Как-то подгадать Движение транспорта По интервалу Поработать Посмотреть Как интервал За счет Вот этих Праздничных дней Да Но по крайней мере Интервал движения 47 маршрута Он увеличился И это Не только Мною сказано Как так Обещали Это ведь Что лучше будет Ну Обещали Много нам что Обещают Автобусов стало меньше Никак не будет лучше Да При уменьшении Количества автобусов Интервал будет увеличиваться Да И интервал на сегодняшний день Вот прямо сегодня Не знаю Но знаю Что за праздники В среднем интервал Там по 17-15-20 минут Люди ждали А когда Большая проблема Была еще С автобусами Которые ломались Почему-то ломалось Очень много автобусов Именно на 47 маршруте Или вообще Да не только не на 47 Вообще В городе ломалось Очень много У меня просто родственники Не раз сталкивались Когда ехали на автобусе Он ломался просто И это было там Не раз в праздничные дни А раза три Так как минимум Столкнулись с этим С этой проблемой Почему? Да только по одной причине Автобусы старые Вы посмотрите У нас Не меняются автобусы Хорошо в том году Закупили 15 троллейбусов Да Это Ну это Хоть как-то лицо города В рамках общественного транспорта Поменялось Да Есть некоторые перевозчики Которые Закупают Наконец-то Какие-то Автобусы Новые автобусы Да Но в основном Все же ездим на старье Это старье Которое закупается В других регионах Привозят сюда Немного подкрасят И автобус там 12-го 11-го 14-го года По 5-6 лет Автобусу Ну что Это о чем говорит Если у нас такие автобусы Такой общественный транспорт Вот и все А что у нас Кстати говоря С закупками У нас же обещали По-моему В прошлом году Порядка 100 новых автобусов Порядка 40 троллейбусов Да Я помню Что ФАС Остановила Движение Да По покупке Посчитав заточенным Под определенного поставщика Заказ Да Потом В нашей студии Обсуждалась эта тема Неоднократно И говорилось о том Что все закупки пока Приостановили Потому что непонятно Будет единый перевозчик Областной региональный Или не будет этого перевозчика А что сейчас Вот Мы же с вами Обсуждали первое тело Нам обещали Что город будет чистый Да В итоге город Такой какой есть Обещать не значит Жениться Да Обещать не значит Жениться Можно и так это сказать Да Ну Нам много чего обещают Но по факту Мы живем как живем Да Живем в той действительности Которая есть Будут новые автобусы Замечательно Закупили Вот Я благодарен за то За 15 троллейбусов За 15 троллейбусов Хоть как-то поменялось Лицо троллейбусного парка Города Кирова Мы сейчас видим Более-менее Хорошие Замечательные троллейбусы По сравнению с тем Хламом По сути сказать Дырявым Ржавым Кривым Да Который ходил По городу Кирова Вот это уже хорошо Уже что-то Хоть какой-то плюс Есть в замене Общественного транспорта Если в этом году Появятся новые автобусы Это Блин Круто Если появятся Если появятся Пока никаких движений В эту сторону не видно Тишина стоит И в администрации Потому что это АТП хотела закупать Как администрация Все-таки Официально является Основным учредителем Ну и давайте Посмотрим Что в 20-м году Произойдет Появится ли у нас Единый оператор Единый перевозчик Который нам Правительство Практически с лета Губернатор говорил Но в итоге К концу года Как-то это все Подутихло И стало очень Все тихо И тихо Я правильно понимаю Что пока Вот основные Там проблемы Да Которые возникли Из-за небольших Изменений В маршрутной сетке Это вот как раз Маршрут 47 Да Это основное Изменение Такое Касательно Ну и положительное Изменение Которое Можно Как бы Не утаивать Это то Что сейчас С Бахты Граждане Могут ездить По цене Которые ездили В городе Называемый Единый городской тариф То о чем Много говорилось Да Что люди платили Люди жили Не в центре Кирова Да А платили Больше чем Обычный Если у нас В свое время Администрация решила Город Киров Раздвинуть Так извините Давайте будем платить Ну все должны жить В одних правилах Ну конечно Если решили Город Киров Сделать до Бахты Так пусть все ездят За 22 рубля Там с Бахты С Лингасова Не знаю Там еще откуда-то С аэропорта Еще Чтобы все ездили По единой цене Не зря же Ну это же город Киров Все-таки Чтобы все жили В единых правилах Только зная Что эти правила Конечно перевозчики Не больно одобряют На сегодняшний день Да И в ближайшее время Но не говорили Про выпадающие доходы И про то что Непонятно каким образом Будет это все компенсировать В ближайшее время Как бы там Не произошли бы беды С крупными предприятиями Ну посмотрим Так подождите Константин Что вы имеете ввиду беды Выпадающие доходы Понимаете Что выпадающие доходы Их должен кто-то компенсировать Правильно Если их никто не компенсирует Если их никто не компенсирует То что То предприятие уходит в убыток Если предприятие уходит в убыток Он не может платить налоги Он не может платить топливо Он не может платить За закупку новых автобусов Да Если не компенсирует Выпадающие доходы Где он возьмет эти деньги Откуда Мы о каких-то конкретных предприятиях Сейчас говорим Давайте прямой пример Сейчас приведу Выпадающие доходы Сейчас недополучают Предприятие КПАТ Киров пассажир автотранс Если предприятие КПАТОН Это областное предприятие Которое не получает сейчас доходы Именно выпадающие Он в убыток сейчас Он сейчас на сегодняшний день За 22 рубля это убыток данного предприятия Он в убыток возит пассажиров в Бахту Значит в данной ситуации Он должен их компенсировать Где он их возьмет Он не может поднять тариф Например на межрайонной перевозке Он не может поднять Да он сейчас взял под себя Несколько маршрутов в городе Кирове Но за счет этих маршрутов Он не окупит себе маршрут В направлении Бахты Значит предприятие будет увеличиваться Долговая нагрузка Это о чем приведет Либо это должно компенсироваться Со стороны областного Лиры городского бюджета Либо это предприятие придет в банкротство Здесь это экономика А сроки насколько длинные? Это все зависит от принятия решений Это даже не от принятия решений Сколько времени есть у областных властей Чтобы решить эту проблему? Здесь выпадающий доход Должен компенсировать город Так как городской маршрут Не область должна решать Да, город Это значит город сейчас должен Где-то вызыскать денежные средства На компенсацию выпадающих доходов Опять же Этому перевозчику А в бюджете на 20-е годы Эти средства заложены не были По крайней мере я не слышал об этом Я тоже про это не слышала О чем мы с вами говорим Значит перевозчик на сегодняшний день Работает себе в убыток Значит не сегодня, а завтра Ну я не говорю, что это прямо В конце января произойдет Но в какой-то период времени Произойдет такой момент Что у перевозчика просто Убыток будет увеличиваться И придет к тому Что его либо надо будет Субсидировать со счет Областного бюджета Либо перевозчика Просто-напросто приходится обанкротить В общем для жителей города Не будем думать о плохом Тех районов отдаленных Которые Это замечательно Да, это хорошая новость И в общем приятный Такой новогодний подарок А для всех остальных еще надо подумать Константин Сичихин В нашей студии Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу И вернемся Продолжаем с Константином Сичихиным Оценивать результаты работы дорожников В прошлом году И планы на будущее Некоторым образом осветим И перспективы какие-то обсудим В этом году при ремонте дорог В Кировской области Начнут использовать черный щебень Сообщает нам пресс-служба Правительства области Говорится о том Что новый материал будет использован На участках дорог С интенсивным движением Якобы этот материал позволит Реже ремонтировать дороги То есть он более живуч Если можно так сказать И я напоминаю Что в 2020 году В нашем регионе Планируется отремонтировать В рамках проекта Безопасные и качественные Автомобильные дороги Более 130 километров автодорог 54 из них Это Кировская городская агломерация И еще 80 с лишним Это дороги регионального И межмуниципального значения Константин Черный щебень Это правда так хорошо? Ну Черный щебень И что это вообще такое? Что за черный щебень? Это просто щебень С битумом смешаны Добавлены полимеры Для более лучшего Сцепления Сцепления Да, можно так это назвать И вот весь наш черный щебень Он ничем Он это конечно хуже чем асфальт Но по крайней мере Для улучшения подушки Как бы всего пирога дорожного Он конечно намного лучше И лучше укрепляет С какой-то точки зрения При том что когда у нас основание Уже подизбито очень сильно Неоднократно фрезерованное И уже некуда дальше идти То конечно этот черный щебень применяется Я не скажу что это уж Суперинновационная технология Правительство Пресс-релиз Кто писал Он конечно не знал об этом А кто ему поэтому подсказал Ему постыдиться немножко Эта технология Уже с 2012 года Апробирована У нас в регионе или в России В России В России А у нас в регионе Она применялась на Киров-Русском Применялся черный щебень В 17-м или в 18-м Когда мы там Киров-Русское делали Году И как бы черный щебень там укладывался Технология не новая Она уже неоднократно применялась В различных направлениях В основном применяют Когда дорожная одежда Именно дорога Когда она сильно разбита Когда уже основания плотного асфальта нет И тогда применяют черный щебень Хотя бы как-то поднять Ну чтобы капитальный ремонт не делать И потом уже на черный щебень Укладывают асфальт В два слоя Согласно технологии Поэтому черный щебень Это не настолько новая технология ГОСТ там Изменения 2012 года И говорит что у нас тут супер новая технология Ну просто Просто применяют то Без чего на сегодняшний день Дороги просто ездить не будут И тот асфальт Ну технологи понимают Специалисты понимают Что если дорожная одежда Очень сильно Ну дорога сильно разбита Да То применение черной щебня Это даст Хотя бы Продержаться дороги Весь гарантийный Период Да Константин А использование этого материала Оно удорожает Каким-то образом Процесс ремонта Конечно Нет Это конечно удорожает Просто я конечно не видел Там еще Аукционную документацию Техническое задание Сколько слоев асфальта Они укладывать Собираются Но если мы берем Киров русская То там сначала укладывали Черный щебень А потом два слоя асфальта Сначала черный щебень Потом Б2 если я не ошибаюсь Укладываю А сверху щема укладывали Да То примерно Я не думаю Что там что-то новое Применят Хотя вот Если это будет укладываться В такой последовательности С соблюдением Всех технологических режимов То конечно Эта дорога Четыре года Она послужит В том направлении В котором ее хотят делать Если основание Очень сильно разбито По поводу Ленты Стыковочные Брит Про которую говорят Опять же В этом пресс-релизе Ну Блин Опять Эта лента С 2009 года Применяется На федеральных Автомобильных дорогах Она применялась И в городе Кирове Это Помню Об Азе Орич Такое предприятие Было Которое сейчас В банкроте находится Они ее применяли При стыках Когда надо Улицу подвезти К другой улице Они применяли Как раз Эту ленту Потому что Она показала себя Качественно Особенно Ленту Брит Применяют Когда Дорога Требуется Широкое покрытие Когда идут В два катка Либо в два основания И тогда Между катками Чтобы Вот у нас Трещина образуется Когда два слоя Подходят И чтобы Эта трещина Не образовывалась Там применяют Ленту Брит Или применяют При стыках Это Да внешняя технология Ничем она Не новая Она применялась Там Уже давно Опробирована На федеральных Автомобильных дорогах И поддержана Росавтодором Да Как бы Ничего Супер Оптимального И супер Такой Инновационного На сегодняшний день Просто-напросто Нету В том Пресс-релизе В котором указано Да Там указано Полимерный битум Полимерный битум Он сам по себе Это обычный битум Смешанный с полимерами Вот И насколько Все зависит От тех присадок Которые будут В этот битум Добавляться И вот как раз Присадки Они стоят денег Они есть разные Да Вот вопрос Вот какие присадки будут Вот мы за этим посмотрим Потому что У нас любят говорить Под полимерным битумом Когда применяют В битум Обычную Крошку Которая образуется После переработки колес Ну как бы Это тоже полимерная Это тоже резина Это тоже каучук Это тоже Улучшает свойства Сцепления битума Вязкость В этом все плане Да Но это не полимер Это Не тот полимер Который требуется И еще бы хотел сказать Что По сути При хорошей Правильной Подборе технологии Каждый полимер Он под регион Подбирается свой Как интересно От климата зависит Да Это много зависит От климата Это много зависит От окружающей среды Да Эти технологии Уже не раз Обсуждались На больших федеральных площадках Да Эти технологии Применяются В рамках производства Битума Роснефтью Гаспоровым нефтью И все В одно голос На сегодняшний день Эксперты Именно Эксперты Химики Их можно так это назвать Дорожники Да Они все говорят Что желательно Полимер применять Хороший Ну правильный полимер Поменять битуме Это подбирать его Под те условия Климатические Климатические Которые есть в регионе Которые есть в регионе Да А не просто взять Увидеть ближайший Там дешевый Купить Добавить И думать Что у нас тут Суперновые технологии Да Да нет Этого не будет Самый оптимальный Вариант На сегодняшний день Только таким образом Но это стоит денег Вопрос Где эти денег возьмут И как это будет Применяться Посмотрим Увидим Сказать легко А сделать Вот на практике Посмотрим Константин А когда вообще Такая активная фаза Работы по программе Безопасной и качественной дороги Начнется в этом году Активная фаза Работы должна начаться Была еще В 2019 году Потому что Если мы с вами Не забываем Министр транспорта Российской Федерации Сказал что Все контракты Должны были Отыграть еще До 2020 года До 1 января Отыграли у нас Нет Вы слышали об этом Нет Я об этом не слышал В сером здании Наверное Об этом слышали Значит активную фазу Мы уже провалили С какой-то точки зрения Дальше На сегодняшний день Я думаю что нет Отыграть Отыграют Где-нибудь 1 апреля Отыграют Как это Всегда и было Но не так Так это значит К ремонту Приступят Только позже Да нет Нормально все будет Я думаю что В этом плане Уже Как бы Есть понимание Приступят Все вовремя Приступят Тогда когда Отыграют Отыграют Я думаю что 1 апреля Где-нибудь К этому времени Основные контракты Ну вот И приступят Уже 1 мая Мы увидим Подрядчиков На ремонт На дорогах Города Кирова И не только Кирова Но и в области Но хотелось бы Чтобы все таки Наше министерство Транспорта Следовало тем Указаниям Которые идут Не в голове Где-то министра Да А те указания Которые идут С федерального центра И что требуется Основным показателем Национального проекта На сегодняшний день С моей точки зрения Основные показатели Национального проекта Кировская область Не выполняет Да мы делаем Хотя на хорошем счету Мы на хорошем счету С какой точки зрения Посмотреть Я не знаю Если в пресс-релизах Мы только на хорошем счету Сделали много Качество дорог Которые по федеральной программе По федеральному проекту Делаются Особых претензий нет В том числе И у общественников Контролирующих Посмотрим По гарантийным срокам Сколько послужит Насколько послужит Качество уложенного асфальта В этом году Да Он хороший Не спорю Но качество Выполнения Национального проекта В тех показателях Которых есть И которые прописаны У нас на сегодняшний Национальный проект А мы отстаем А в чем? Я даже про то Что мы не отыграли контракты Уже отстаем Уже отстаем На сегодняшний день Так как это требуется Показателями Про это не раз говорили И в рамках Транспортной недели И не раз говорили В рамках федеральных Различных площадках Что большинство контрактов Все регионы Просили отыграть До 2020 года Мы со своей стороны Эти контракты Не отыграли Уже есть Небольшое Нарушение Которое может Обернуться Не очень хорошими Последствиями Это обернется Просто Минусом В рамках Опять же Выделения Дополнительных Денедельных средств О чем В этом году Мы просто Пролетели К сожалению Константин Сичихин В нашей студии Остается у нас Еще две минуты До конца программы Большую тему С мусором Наверное Уже не успеем Мы с вами Константин Обсудить Я хотела Ваше мнение Спросить По поводу Федеральной новости В новогодние Собственно говоря Праздники Она появилась О том Что возвращаются В аэропорты Комнаты для курения В чистую Так называемую Зону аэропортов То есть Те помещения Где находятся люди Уже прошедшие Предполетный досмотр Уже с проверенными билетами И сидят в ожидании Своего рейса И на улицу Войти не могут И собственно говоря Выход у них был какой Либо терпеть Либо нарушать закон Нарушали законы Необычно в туалетах На что жаловались Некурящие люди Потому что Это неприятно Вот я как Некурящий человек Который Ни разу Сигарету Во рту не держал Я конечно За то Что есть Отдельные зоны Где человек Может сходить Покурить Потому что Правда Люди нарушали Курящие люди Это как наркотик С какой-то точки зрения Они не могут терпеть Либо когда нервничают Им надо покурить И конечно Им надо отдельная территория Где они сходили Спокойно Выкурили Одно-две сигареты И никому при этом Не помешали Особенно тем людям Как я Которые Просто Не переношу Когда человек Либо при мне курит Либо там Только запах стоит Поэтому Я за За возвращение Данных комнат В аэропортах Я заду То чтобы У курящего человека Была какая-то Своя отдельная кабинка Где он мог спокойно Прийти Посидеть Поболтать Покурить И со спокойной душой Выйти и дальше Можем мы предсказать Вот эта вот история Она разовьется Дальше на общественный транспорт Я имею ввиду Пассажирские перевозки На железнодорожном транспорте Потому что В поездах Это тоже большая проблема Это большая проблема И она раньше На мой взгляд Неплохо спасали Вот эти Как бы Тамбуры Тамбуры Да Где человек ходил Спокойно курил Да Но вопрос Как Вот это Обезопасить Или даже не обезопасить Ну На железнодорогу Я думаю Не распространится Не распространится Потому что Ну там Ну на вокзалах Понятно Нет А в поездах В поездах Ну как мы с вами Мы там будем делать Отдельный вагон Для курящих Только таким образом Наверное Да Отдельный вагон Для курящих В самом конце поезда Где там Их всех Скопоновали Да И все С каждого По 100 рублей Дополнительно К стоимости билета За уборку А чего Почему бы и нет Между прочим Хорошая идея Только таким образом На сегодняшний день Да Ну у нас же Запрещается до сих пор Курить в самолетах Правильно И правильно делают Запрещается курить В поезде Правильно делают Есть остановка Вышел покурил Зашел обратно И спокойно едешь Да Ну вот в тех местах Общественных Как вокзалы Да Там надо создавать Отдельную комнату Для курящих Потому что Как бы мы не боролись С курящиками С куривом Да Люди курят В туалетах В туалетах В туалетах Константин Сичихин В нашей студии Член общественного совета При федеральном дорожном агентстве Член рабочей группы По контролю за ремонтом Содержанием дорог Контроль будет нужен Уже к апрелю Разыграют Я надеюсь Разыграют контракт Я тоже надеюсь И начнутся работы Активная фаза Благодарю Константину Программа Особое мнение На этом завершается Спасибо Особое мнение На 101FM